Хаюшки, друзья, я уже пятый раз пытаюсь начать это видео, каждый раз случается какая-то шляпа, извините. В общем, хаюшки, сегодня с вами снова я, снова мое небритое лицо, и снова мы сегодня бреемся, бреем, собственно, это самое небритое лицо, и бреем сегодня очень интересными предметами, сказочными. Ну, во-первых, вот таким вот сказочным станочком, зовут его Гем, он родом из Германии, брибыть, фейс мой небритый, он побрить. Вот такой вот прикольный станочек, вот так он открывается, такое там одностороннее, толстое-толстое лезвие, такая вот красивая ручка у него, и вообще он весь красавец-красавец, хотя станку почти сто лет, у него даже грехов на хромирование толком нет, так мелкие-мелкие царапинки. Умели шансы вещи делать, не то что сейчас. Станок латунный, с хромированием. Помогать ему в работе будет все та же чаша от мужского мира, воевода, тоже сказочная. Сказочный китайский станок, этот станок, помазок Яки, 26 миллиметров, но по факту здесь 29, синтетика. И главный сказочный предмет сегодняшний, точнее средство, вот такое вот мыло. Как можете заметить, у него очень интересное название. Все не просто так. В сообществе на самом деле уже многие про это прослышали, о том, что мы, а именно в частности я, Катрин До и Олефа Олеся, готовим мыло общее. Коллаб, да, мыло коллаб. Мы этим занимались на самом деле еще с августа месяца. И вот, собственно, время пришло. Ну, там во всем по порядку. Вначале умоюсь, а дальше расскажу, как все было. Я извиняюсь за небольшой сумбур, я решил, что не буду вообще никак готовиться к этому видео, не подготавливать текст, никакие не себе подсказки. Пускай будет все по-живому, так интересней. Вот, что ж, начнем взбивать мыло. Мыло жировое, на говяжьем и гусином жиру. Полутвердое. Изначально подразумевалось, что оно будет твердым. Но, к сожалению, по неизвестным мне причинам, оно все-таки стало полутвердым. Несмотря на то, что оно очень сильно натравое. Где-то не доработано. Вот, как, собственно, у нас появилась идея бритья. О, господи, где бритья. Идея варки самих местного мыла. Ну, еще летом мы стали активно общаться с Катей и Олесей. Стали делиться там всяким опытом мыловарным нашим. Где кто-то кинги покупает. Где какие-то антушки покупают. И тут у нас, в принципе, возникла мысль. А почему нам, собственно, не объединить усилия, не сделать что-то прикольное? Как раз вот к Новому году ближе. Когда мы там распродадим все свои варки основные. И можно намутить уже что-то интересное на троих. Эту идею, в принципе, все поддержали. Дальше начался этап подготовки рецептуры формулы. Также я достаточно часто общаюсь с Камрадом Лексейкой. И, собственно, рассказал ему о наших планах. На что он тут же предложил свою формулу. Которую он давным-давно уже тоже придумал. Была у него там мысля. Кое-что переделать в его классической форме. Формулы итальянского кропа. И он предложил ее нам. Я почитал, что там за состав. Внес свои коррективы. Пообщался по этому поводу с Лексейкой. У нас там были споры по этому поводу. Небольшие. В конце концов мы пришли к определенному составу. И, соответственно, вынес его на суд уже девчонка. Девчонки тоже почитали. Тоже внесли свои правки. И вот таким вот макаром на четыре головы родился состав этого мыла. Его формула. Почему он, собственно, и Горыныч? Ну, вообще, Горыныч-то вот трехголовый. Мы, в принципе, и варили мы втроем. Лексейка у нас больше так, как консультант помогал, скажем так. Совершенно причем бесплатно. За что ему огромное спасибо. Мыло в помазок набрали. А, извините, да. Взбивать буду на виду. И, собственно, с тех пор мы потихонечку и подготавливаемся к презентации этого мыла. Мыло достаточно запаристое. Варится в несколько этапов. Имеет очень интересную консистенцию такого застывшего говяжьего жира на вид. Дает безумную просто скользучесть. И неплохую защиту. Плюс у него отличные уходовые. Тут уже спасибо Танюхе. И Олесин. Воды совершенно не боится. Абсорбирует ее моментально. То есть, видите, все, что была в помазке, она все у себя схамячила. Добавляем водички так от души. Бьем дальше. В общем, несколько месяцев мы его подготавливали. Первым я начал варить. Следом Катюха, потом Олеся. Сейчас они еще пока свои мыла не доработали. Официально в продажу мы их пустим 1 ноября. Я тоже свое пущу только 1 ноября. Чтобы, ну, некрасиво получится. Девчонки еще не подготовились. А я вперед на них начну свое продавать. Хотя нескольким комрадом я свое мыло уже продал. Ну, тем, кто у меня постоянно покупает буквально несколько человек. Заодно, чтобы получить обратную связь. Получилось ли мыло? Ну, обратная связь достаточно хорошая. Всем оно понравилось. Реклама, реклама. Ага, извиняюсь. Вот такая у нас красота получается внутри. Мыло уже фактически готово. Как все тут красиво. Вот. Ну и, собственно, вот. Результат наших совместных трудов. В теории, это мыло содержит фишки всех четырех маловаров. для Оксейки, меня, Кати и Олеси. Каждый внес свои додумки. Что должно быть мыли, как оно должно работать. Посмотрим, что из этого получится. Какие будут отзывы у народа. Мне кажется, что это будет бомба. Потому что мне самому мыло нравится безумно. Ну что, поехали. О станочке. Станок Гема. Из мохнатых 20-х годов. Как говорил, предоставил его на обзор. Вова. Мой земелья. И мне уже разотебрился. Станок крайне интересный. Работает совершенно не так, как обычные Тэшки. Вот такая вот у нас борода получается. То есть мыло не совсем низкое. В отличие от той же моей семьёры. Оно именно средней консистенции. ни низкое, ни высокое. Но воды не боится. Совершенно. Но переливать её не надо. Хотя сколько бы вы не налили воды, она всё равно будет такой глянцевой, красивой пенкой. Но скольжение защиты будет падать при перезбитке воды. Вот. Так. Вот. Вот это дело. Останку. В общем, побрился я раза три. В первый раз немножко жестковато. А со второго всё пошло просто прекрасно. Работает чисто как F41. Но при этом в разы деликатнее. То есть он за счёт видимо того, что у него достаточно толстое лезвие, большая вот это, большой, большой ребро гап, или как это правильно назвать, вот эту вот решётку. ну да, гребёнка или как это, Он не стремится вообще впиться в кожу. Он именно работает сверху. Вот я на самом деле так представляю, как работает опасная бритва. То, что ты её кладёшь так перпендикулярно по коже, как трактор Беларусь пашет поле. Вот. Поехали. Так и здесь. Совершенно не боишься им порезаться. То есть он на вид такой ужаснах, страшный-страшный. Ну, в плане того, что кажется, что он сейчас понесёшь и полрожи снесёшь нафиг. Но на самом деле нет. Более чем безобидный станочек. Но крайне эффективный. Кстати, забыл рассказать, чем я буду сегодня автошевиться. Но это уже потом. В принципе, автошевь тот же самый, что и в прошлый раз. По той простой причине, что для этой варки мыла лосьоны я не сделал. А не сделал, потому что просто-напросто пропали с продажи ингредиентов, экстракты. Сейчас вот лазу по сети пытаюсь найти их замену тому магазину, в котором я их брал. нашел в одном месте, но цена у лосьона будет совсем не гуманная. И вот так за 350 рублей за бутылек не скажешь, прям накинулись. А уж если он будет рублей 700, я думаю, на него вообще никто не посмотрит. Поэтому, в принципе, есть мысля, что если только народ, кто его уже купил, через пару месяцев не скажет, давай делай классные лосьоны, будет запрос, то и может на это дело даже забью. У нас людей, кто делает лосьоны тьма, я думаю, что я, наверное, ли кого-то там удивлю своими лосьонами. вот такая красота. Поехали дальше. Второй проход. Почему такое название? Странное было. То есть, это вот, как вы могли увидеть, называется Секрет Кащея. А сама серия у нас называется Вообще Байки Карася. Ну, во-первых, нам захотелось чего-то такого интересного, необычного, сказочного. А потом, когда мы подбирали, как мы назовем, наш коллап, путем подбора слогов из наших имен Катя, Юра, Олеся получилось у нас Карася. так, собственно, и пришла задумка. Будет у нас коллап называться Байки Карася. Вполне себе, по-моему, интересный и прикольный. Типа такая сказочная рыба. рассказывающая история. Каждая история это вот, каждое наше мыло. Изначально мыло должно было быть у нас три на троих, то есть, каждая по одному мылу. Но я, как всегда, не смог определиться ни с запахами, ни с обложкой, поэтому сделал их три варианта. Пускай будет по чуть-чуть. нормальный дыха. Так. Станок, несмотря на свои внушающие размеры, очень удобен. И даже под носом им брить очень удобно. Но только не по росту. Вот поперек против роста вообще прекрасно. По росту, конечно, питать мешает. Все. Так. Чуть-чуть размочим это дело. Мыло чуть подзагустело. пена. Всякую сметанку мы здесь наводим. Я, как обычно, если без подготовки забыл половину слов, которые хотел сказать. Ну и пусть так. Значит, они не настолько важны, чтобы вам о них поверить. по ароматам. У меня будет три аромата. Это манго-кокос, смесь цитрусов плюс черная смородина и смесь ветивера, кедра и можжевельника. Сказать по правде, в моем варианте ароматы получились не очень выразительные. Вполне себе приятные, но такие. Немножко во-первых, у них проклевывается некий аромат мыла дуру. Вот я феномена ругал. Ну не то, что ругал, критиковал, что у него в Пилигриме и у его Давиде есть запах мыла дуру турецкого. А у меня самого получилось точно так же. Теперь я знаю, что это на самом деле запах синовыщелочного мыла. Он, в принципе, не противный, ничего. Ну, это запах мыла. Мыло пахнет мылом плюс одушки. Но каких-то там суперароматов у меня, к сожалению, не получилось. Супер ТТХ? Да, получились. Ну, как по мне. Опять же, не всем нравится мое мыло. Всем, как говорится, мил не будешь. Есть люди, которые любят более по классике мыла, чтобы там не было такой там какой-то супер пены. А чтобы оно было крайне скользучим, там имело хорошую щелочную реакцию, сильно размягчало кожу и щетину. Ну, это английский мыло. Есть мысля, что-то даже подобное замутить самому, но потом позже. У девчонок будет мыло на той же самой рецептуре. То есть, рецептура у нас одна и та же. Единственное, что девчонки сделали чуть позже, и я рекомендовал им внести небольшие поправки в их мыло, то, что я бы внес в свое. Поэтому у них в теории мыло должно даже получиться прикольнее моего. Ну, а там будет видно. В любом случае, варим мы немножко по-разному. Но, все равно оно должно быть очень похожим. Правда, если думаете, что я вот там и сказал, они внесли, то, типа, так вот здесь на сцене внесли они свои поправки. Я тоже сказал, что хотелось бы наверное больше глицерина или там больше каких-нибудь там сахаридов, и они там уже сами думали чего добавить. Я тут равноправный участник, ни разу не главный автор. И считать кого-то главным, то, наверное, это будет Алексейка. Больше всего в этой формуле от него. как шумит интересно работает такая газонакосилка конкретная. Но никаких неприятных ощущений при этом нет. Абсолютно. Рассчитаю ноль. Единственное, да, этот станок если им выбриваться в ноль все-таки не на каждый день. Хотя и можно и в ДФС сбиться спокойно. В ежедневном варианте. Но я когда его в руки беру, мне что-то не хочется. В ДФС сбиться. Уж раз такую ядреную штуку в руки взял, то и вылейся по полной. А то можно и чем-то попроще сбиться смысл. Это такая штука по фану, по настроению. Опять же. 100% сейчас умудрюсь разнести все лицо. На камеру конобреешься, конечно. Упускаешь многие моменты, начинаешь больше шкряпать, чем бы шкряпал, работая в тишине и покое без камеры у зеркала. О, здесь оставил. Ну все, можно есть чуть-чуть. Еще прикол, он очень хорошо выбривает шрел, как ни один другой станок. С минимальным травматизмом и с реально с хорошим, как правило, почти ДФС. ВБС у меня ничто не бредит бы шею. Но ДФС без травматизма тоже для меня прям успех-успех. все, умываемся, автошевимся. Так, автошевь у меня подпирает телефон, молодец. Тот же самый параметей, что и прошлый раз. Нравится мне его запах. Он здесь не сильно, опять же, такой насыщенный, он именно такой спокойный, умиротворяющий. Плюс там есть квесты, на случай, если вдруг где-то что-то порежу, впущу себе кровь, они это дело быстро подзатянут. Итак, по итогу. Ну, мы вот сами видели, как работает. Ну, по камере внешне все красиво, я думаю, тут ни у кого не возникнет сомнений. Вот такая у нас красота еще осталась. Еще на троих человек на самом деле пены. В работе, конечно, вы только сможете это оценить непосредственно вживую. Верить мне на слово или нет, это дело, как говорится, ваше. Вот такие дела. Такое вот бритье. По станочку. Станок очень прикольный. Умели раньше люди все-таки делать вещи. Сто лет станку вообще нет никакого намека на какой-то там очень серьезный износ. Он еще сто лет проходит, он уже пережил и явно ни одного хозяина ни одного хозяина переживет. Надеюсь, вовы ты проживешь сто лет, но тем не менее я уверен, что и в этом случае этот станок все равно еще будет жить и жить и жить. Вот. Такие дела. Ну, на этом все. Сказочки, как говорится, конец. С вами был Юрец. Все. Пока-давай.